всем привет расскажу что у меня тут появилась маска как она появилась сейчас быстренько расскажу эту маску мне подарила сделала маша black марла подарила очень долгое время назад но в общем чтобы маска появилась в инстаграме надо сделать определенные какие-то действия на которые я естественно подзабила большой жирный болт все кто меня знают вот и значит и тут я захожу в аккаунт я захожу в аккаунт значит чукреева звезда и вижу что у меня есть в доступе вот эта вот маска и вот теперь это маска чукреевой звезды ну то есть того аккаунта так что вы тоже можете себе сохранять и пользоваться в общем если вы с ладусики но так как но так как я нацепила на себя маску с ладусик наверное надо быть с ладусиком сегодня привет окей привет всем привет всем привет 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 может быть здесь есть новенький здесь должны быть новенькие ну-ка напишите единичку те кто вообще первый раз видит из ладусика и меня и вообще и вообще впервые на эфире ну-ка давайте пишите сережки зачет спасибо есть есть можно один раз писать этого о 2 куда хорошо но это наверное вы с конкурса пришли сегодня конкурс начался я там спонсоры всем новеньким всем привет меня зовут ирина я астролог и если вам раньше вас не интересовала тема астрологии это абсолютно нормально вы просто не знали меня а если вы первый первый раз и вам интересна астрология то напишите мне в директ я хочу бесплатных ништяков я вам скину бесплатный курс по астрологии где вы уже можете в себе там поковыряться привет всем новеньким привет всем новеньким так но обычно новенькие я ругаюсь могу пидорасить и материться поэтому тут как бы тут уже сами смотрите привет Всем новеньким привет Но старенькие-то меня любят Старенькие-то меня любят На самом деле, вот я вчера увидела, что у меня есть маска Хотя я, вы знаете, ко всему к этому отношусь ровно Вот эту вот маску сделала Black Marla Поэтому даже не знаю, как она это сделала Вообще вот самая моя любимая маска Это инстаграмная маска Но что уж говорить, что уж говорить Вот это я настоящая Я думаю, что предпочтительно буду с вами без маски С не самым ровным тоном лица Но у меня есть оправдашка Я только проснулась Я только проснулась Что происходит? Для тех, кто не знает, что происходит Пишите в директ Я хочу бесплатных ништяков И больше ничего не пишите Так Мне кажется, эффектно будет, когда сладусик начнет не материться, а хуесосить Да Цвет волосупер Уже начинает смываться, поэтому спасибо Так, ну что, ну что, ну что, старенький Спасибо, что не спите Спасибо, что вы ходите Я представляю, что я выхожу вообще не в удобное для вас время Нифига Что удобное время 8 по Москве А я, наверное, выхожу, что, в 11 по Москве В 10, сколько? В 12 по Москве Сколько у вас времени в Москве? Доброе утро вам, спасибо Новенький, пишем Бесплатных ништяков хочу в директ 12, конечно Надо вот 5 часов назад было выйти Спасибо, что Спасибо, что терпите Мой сбившийся режим Режим сбился в связи с этим В связи с тем, что я вчера в 3 часа ночи еще работала Будем про то, про то, что я захочу Про то, что захватят люди Вот я не очень поняла Мне не нравится сообщение Будем снова про солнце Будем снова про солнце Это такое, типа, претензия какая-то, что ли Или что, ты хочешь похуй соситься со мной? Или у тебя что Завела себе левый аккаунт Стала нахуй смелая? Не надо мне задавать такие вопросы Я сняла маску с ладусик, если что Нормально грустить перед отпуском Вахва себя ждал 7 месяцев И уже завтра уезжаю Лечу, как говно без настроения И неадекватная луна Не умеешь радоваться? Конечно, у многих мужиков не умею радоваться В Красноярске 4 ночи Блядь, простите меня, пожалуйста, Красноярск Вот Я вот такая Я когда-нибудь, когда-нибудь Хочу написать надо в директ Бесплатные ништяки Это бесплатный курс Бесплатные, значит, всякие статейки Потом, как тебе нужно одеваться по аценденту Кто твой принц Ну, в общем, короче, много реально бесплатных ништяков Вот так Но самое классное, это курс Классная рубашка Да, это я С розовыми волосами Это сделала моя ученица Как можно зажечь Юпитер Юпитер не надо зажигать Какая сегодня тема? Хороший вопрос Какую хотите? Какую тему хотите? Когда будет старт курса? Продажи, когда будет старт? Ну, скоро Ждите А мы завтра в Питер Ура, ура Скоро старт Да Предлагайте вашу тему Я читаю и смотрю На что у меня будет откликаться Как вы любите У меня откликается Откликнулась Сколько будет стоить курс? Не знаю Это все зависит от пакета От команды От рассрочки Я удалила сегодня Третий зуб мудрости Мудрость покидает меня Молодец Сильную планету Или про любовь Я про Давайте Про любовь Там были запросы Я сейчас вот Выскажусь Что я все-таки считаю Что каждый специалист Должен заниматься Только одной темой У меня их и так две Я в основном Занимаюсь Финансами И еще занимаюсь Обучением астрологии Я не люблю Тему любви Потому что для меня Она очень простая Построить свои отношения Можно В течение полугода Если ты Начнешь Вести себя Адекватно На своей натальной карте То есть Если у вас Не складывается Отношение Значит вы Неадекватная Неадекватная Не равно Женщина В руке С топором А во втором Там не знаю С отрубленной Головой Этого мужика Это не про то Неадекватность Это про Я для новеньких Объясняю Когда мне что-то надо Я не буду говорить Что Догадайся сам Когда мне плохо Я не покажу Что мне плохо Неадекватность Адекватность Это когда Мне плохо Говорю Когда мне хорошо Смеюсь Ржу Как конь Когда мне Что-то Не устраивает Об этом Рассказываю Вот это Адекватность Адекватность Зависит И неадекватность зависит от того, насколько у тебя повреждена Луна в натальной карте, в гороскопе. То есть, когда вы посмотрите новенький курс «Космический астролог», вы посмотрите, что такое Луна, вы найдете свою Луну и уже как бы даже немножечко какие-то выводы про себя сделаете. Дальше поехали. Первая работа с Луной. Дальше работаем с Солнышком. Солнышком – это для того, чтобы у вас появилась ценность ваша для людей. Не просто «я такая самоценная, я так себя ценю, что прямо ценю, не могу себя вообще оценить». Это не про то, это все наносное. «Я такая, я вообще такая, я так себя ценю». Вот как вы думаете, мне ему десятый раз позвонить или поценить себя до одиннадцатого потянуть? Ну, в общем, короче, ценность – это когда ты просто молчишь, и люди чувствуют, что ты ценная. Вот для отношений Солнце работает так. Когда вы начинаете зажигать ваше Солнце, вы просто ценная. Все. Вам не надо это показывать, что я вообще-то, со мной так нельзя. Если вы говорите, что со мной так нельзя, с вами так можно. Потому что когда с человеком так нельзя, с ним так не ведут себя. Дальше мы смотрим у девочек Венеру, у мальчиков Марс. Смотрим ваш гороскоп, где вам надо тусить, в каких местах вам нужно ходить, чтобы встретить любовь. Но опять же, вам надо там появляться проработанной, но как бы изменившейся. А вы же все хотите остаться такими же неожиданными, такими же неадеквашками, такими же глубокими, как Керри Брэдшоу, значит, в сериале «Секс в большом городе». Вам же нужна драма. Ну так вот поэтому, поэтому все говно и случается. Потому что особенно девочкам с 20 до 30 нужна драма. Драма. Там уже с 30 до 40 уже немножечко начинается включаться в башка. Ну с 20 до 30 нам что нужно? Драма. Как у Керри Брэдшоу и мистера Бига. Ну вот когда вот эта хуйня из вашей башки уйдет, тогда вы построите ваши отношения. Все. С СЗД вообще не вредят. Это неправда. Вот. Это вот что касается любви. Реально, есть куча астрологов, не таких дорогих, как я, чтобы разобраться. И вам, вы можете просто уже идти к астрологу, к другому, не просто, не просто с запросом, а просто типа послушать, а сказать, что мне надо делать с Луной, что мне надо делать с Венерой, что мне надо делать с Солнцем и где водятся мои мужики. Вот. Четыре вопроса у более дешевого астролога сможете спросить. Все. У меня не спрашивайте. Я дорогая, я вообще работаю про деньги больше. И поэтому мне как бы, честно, от вашей любовь у меня не складываются отношения. Все. Неадеквашка-неадеквашка Керри Брэдшоу. Все. Хочет шесть лет страдать по какому-то, блядь, мистеру Бигу. Страдай. Все. Как только перестанешь желать этого, все построится нормально. Чем отличается СЗД по знаку и по дому? Не знаю. Не поняла ваш вопрос. Вот. Поэтому, если говорить про любовь, ну там все просто. Ваши пиздестрадания – это не любовь. Ваши пиздестрадания и мучения – это не любовь. Моя консультация стоит сто тысяч рублей. Чукреева Ирина – лучший астролог, и мне пох. Мне тоже пох, но спасибо. Тема любви закрыта. Вот как бы тема сисек закрыта. Давайте лучше поопределяем ваши сильные планеты. Расскажу, что это такое. Сережки? Да. Сережки? Хорошо. Я их недавно купила. Да. Всем новеньким надо написать. Я хочу бесплатных ништяков. Вот. В директ. Чтобы посмотреть сильную планету. Сильные планеты. Давайте. Это интересная тема, и в ней можно много чего узнать. Серги – это просто трах. Просто трах. Да. Сильные планеты. Для того, чтобы понять сильную планету, сильную планету, значит, вам нужно что сделать? Вам нужно написать дату, время и город рождения в окошечко с вопросиком. Ваши дату, время и город рождения в окошечко с вопросиком. В окошечко с вопросиком. Кнопочка вопросик находится рядом, справа от вас, там, где находятся комментарии. Вот есть строка комментариев, а есть рядом с комментарием, где вы сейчас вот пишете, есть окошечко с вопросиком. Вот туда надо писать дату, время и город рождения. Все, больше ничего не писать, вопрос не пишите. Сегодня тема будет «Сила и слабость планет». Давайте я вам расскажу. Есть классическая астрология, которая считает, что какая-то Венера или какой-то Марс может быть в экзальтации, падении, экзекуции, нестоянии, отсутствии эрекции. Это шутка. Вот. Ну, то есть, как бы, есть такие классические темы, классические термины, которые не несут никакого смысла для человека, несут, скорее, больше его какие-то страхи. Ну, вот напишите, значит, что вы считаете, как вы считаете, если… Вот что бы вы подумали, если бы вашему ребенку сказали «У него солнце в падении»? Все, у кого нет окошечка, вам не повезло, вас сегодня не разбирают. Все, угомонитесь, просто ставьте сердечки, слушайте про других, просвещайтесь. Если вы напишите мне, что у вас нет окошка, что у вас нет руки, у вас нет пальца, что у вас нет квартиры, у вас нет интернета, я вас баню просто нахуй сразу же. Потому что меня это не волнует. Просто от слова «вообще». У меня уже 95 сообщений в окошечко с вопросиком нападало. Мне похуй, что кто-то из вас не напишет туда данные. Вот прямо вот представьте, вот мне насрать. Еще раз, еще раз кто-то напишет, вы идете сразу нахуй в бан. Давайте. Вот. Что ребенка надо спасать, что по жизни будет жопа. А по факту, ну солнце в падении в каком-то там знаке считается, что солнце слабое. Но солнце слабое, солнце сильное. Если вы выполняете солнцезажигающее действие, вы начинаете охреневать от их результатов. Зачем человеку знать, что оно у него в падении? Зачем? Просто объясните. И поэтому я хотела, хотела бы рассказать вам про силу планет. Для чего? Чтобы понять. Во-первых, у вас есть у всех курс «Космический астролог». Там про все планеты рассказаны. И вы сегодня, вы сегодня получаете, если я вас сегодня разберу, если я вас сегодня разберу, вы получаете вашу сильную планету, вы идете в «Космический астролог», смотрите про эту планету, там я рассказываю про ее функции, что нужно делать. Поэтому, как бы, начинайте немножечко узнавать себя. Так, например, если у вас в карте сильный Сатурн, а вы не дружите с дисциплиной, это хреново. Впадение – это какое-то плохое слово, негативное, да. А изгнание? Как вам слово «изгнание»? Сейчас я вам скажу, у кого тут что в падении. Сейчас скажу. Так, солнце в падении в весах. Ну, я так и помнила, что в весах, но хотела вот загуглить. Вот весы, ваше солнце, в падении. Как вам такое? Охуенно, да? Охуенная трактовка. Сегодня не буду спать. Спасибо, астрология. А знаете, что солнце в овне в экзальтации, сука, экзекуция практически. Экзальтация. Солнце в овне. Как вам такое? Все, куда пойти? Куда демонов? Куда демонов изгонять? Где изгоняют демонов? Вот. Нет окошка, нету Сидоровой. Я объяснила. Я сказала. Дальше. А солнце в водолее, это солнце в изгнании. Вас нахуй выгнали из мира. Все пизда. Поэтому я не использую это. Я как бы астролог, но немножечко не про вот это. Немножечко не про вот это. Ну, например, у кого из вас Венера, например, в Скорпе? Моника Белуччи, у нее солнце в весах. Классное падение, да. Но падает там все, понимаете. Вообще так не рожаем водолеев. Да-да-да. У кого Венера в Скорпе, как у меня? Знаете, что это в Венера в Скорпе? Вы знаете? Вы даже себе не представляете. Венера в Скорпе в изгнании. Вас изгнали в темах любви. Но это, пожалуй, лучше, чем Венера в Рыбах. Потому что там вызывайте экзорцистов. Потому что Венера в Рыбах в экзальтации. Но и это еще не все. Если вы считаете, фу, у меня Венера в Деве, мне повезло. Нет, вам не повезло. У вас она в падении. Поднимайте вашу Венеру. В общем, короче, это тоже про силу и слабость планет. Это тоже про классическую астрологию. Ну, просто. Вот даже я сейчас больше обращаюсь к своим ученикам, которых у меня много. Но неужели вам не обломно говорить вот такое людям? Ну да, вот у нее Венера там, допустим, где-нибудь. Или Солнце водолеет. Ну да, ваше Солнце, конечно, в изгнании. Как бы ничего хорошего у вас не будет. Ну, потому что изгнание, все, слово изгнание. У нас есть определенная, как бы, история с этими словами. Поэтому так говорить не нужно. Потому что любое Солнце зажигается. Любая Венера встает на ноги и прокачивается в сильную кошечку. Как бы с любым, с любым можно эякуляцией. Да, любую Венеру можно сделать так, что эякуляция просто будет со страшной силой на вас. Как понять Венеру в Скорпе? Венера зажигающие действия. Можно купить на сайте, можно посмотреть курс про Венеру, космический астролог. Можно пойти на обучение. У меня Венера в рыбах. Ну, та еще история. Поэтому, если... Ну, то есть, как бы, даже не то, что зачем говорить плохое. Плохое можно рассказать разной интонацией. И, как бы, можно сказать, вам пизда. Но даже если вам сказать, слушайте, ну, вам, конечно, пизда, но здесь вот можно сделать вот это, вот это, вот это. Это уже разные, разный диагноз вам пизда. Правильно? А еще, а еще. Можно, как бы, ну, как бы, не говорить про пиздец, а говорить про то, что надо человеку сделать, чтобы он туда не попал. Это вот моя астрология. Это вот про то, чем я занимаюсь. То есть, как бы, вот ставить диагнозы про всякие падения, экзальтацию, экуляцию и прочее, это не ко мне. Потому что, ну, падает. И что делать? Ну, что? Ну, солнце слабое. Как бы, личность у вас, ну, ну. И мы такие, а что вот делать Монике Белучи? А что с Моникой Белучи? Что, я не знаю такую Монику Белучи? Я сижу у себя в кургане, делаю себе и сижу себе тихонечко. Вот. Поэтому сила планет на самом деле нужна для чего? Для того, чтобы понять, какая планета у вас выпирает. Что такое выпирает? Ну, вот у меня выпирает нос. Понятно же, что у меня нос выпирает. Не надо вам проводить курс, что у меня на лице больше всего выпирает. Правильно? Вот точно так же, как у меня на лице выпирает нос, то в натальной карте какая-то планета херачит со страшной силой. Если вы с этой планетой не работаете, если вы с этой планетой не знакомы, ну, как бы, как незнание не освобождает от ответственности. Вы не знаете, кто такой Плутон, и еще не смотрели космический астролог, но Плутон у вас сильный. Те, кто знают, что такое Плутон, знают, что, как бы, ваша жизнь будет состоять из состояния из пиздеца в пиздец, поджечь все это еще, поджечь себя, сгореть, восстать, заново себя собрать. Ну, то есть, либо вы берете и работаете с Плутоном, занимаясь своим Плутоном, через какие-то Плутонянские хобби, Плутонянские привычки. Ну, и как бы, жопа становится все меньше и меньше. Но он точно так же. Учеников я хуесосю так же, и даже сильнее, и даже на консультации за 100 тысяч рублей. Если человек меня выбесит, какой-нибудь такой, ну, а что мне делать, мне уже 45, и я бухгалтер, он получает таких пиздюлей страшных. Ну, как бы, да, это вот я такая. И вам дальше надо определить, я такая, вы со мной, или я такая, но вы идете, завершаете эфир, и мне поебать. Понимаете? Чувствуете разницу? Чувствуете, да? Чувствуете? Да, я так же хуесосю своих учеников, как вас, тупая ты овца, неуместная. Вот, поэтому сегодня мы будем, сегодня мы будем разбирать, разбирать конкретно вот эти истории. Какая планета у вас сильная? Какая у вас планета выпирающая? С какой бы планетой, кроме Солнца? Потому что Солнце, это, это самое важное. Какая планета, кроме Солнца, требует вашего внимания, проработки, осознанности, просмотра, ну, как бы, изучения и прочего. Как вам? Классная тема? Павел, если я тебя не баню, это просто я даю тебе шанс стать нормальным. ты лучше заткнись и стань нормальным. Да, 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 огонь тема. Да, хорошо, роскошная. Роскошная астролога ведет с роскошными подписчиками роскошную тему. В роскошных сережках Ван Клифф. Да, ну все, значит, я тогда включаю и выбираю первого человека. Вот, кстати, девочка писала в чате, только не написала, не написала Манитто, ты не написала город рождения. Вот, я видела, что ты активная, поэтому тебя и выбрала. Чем вы более активные в аккаунте, тем быстрее вас выбирает. Сергия огонь. Манитто, напиши город рождения. Алла Павловна, рада вас видеть. Манитто, это мальчик? Мальчик? Ты мальчик? Ну ладно, мальчик так, мальчик, мне какая разница. Город рождения напиши. Я просто привыкла, что у меня в основном девчонки смотрят. Санкт-Петербург. Все, хорошо. Те, кто первый раз, все пишем в директ «Я хочу бесплатных ништяков», смотрим бесплатный офигенный курс, который я, кстати, раньше продавала. Вам достается абсолютно бесплатно. Так, Манитто, ваше, помимо солнышка, значит, выпирающая проблема, выпирающая планета. Это планета Уран, так что welcome на астрологию, вообще смотри курс, даже смотря в бесплатный курс, начнется какое-то приятное, позитивное волшебство. Бесплатный курс надо попросить в директ, не здесь. Я хочу бесплатный курс в директ. Я, вот, поэтому, Манитто, тебе вот даже смотря этот курс, уже начнутся какая-то, какая-то, ништяки какие-то валиться. Ну и, конечно, Венера. Венера, твоя вторая сильная планета. Соответственно, это про красоту, это про гармонию, это про умение проявлять себя, умение красиво себя выражать. Вот две планеты. Уран, который качается астрологией, и Венера, который можно, ну, если ты первый раз, я вообще, не рекомендую ничего покупать, потому что, ну, все-таки, я незнакомый человек, и незнакомый человек, ну, как бы, не надо покупать у незнакомого человека с первого раза. Я охуенная, но вы должны об этом сами узнать. Сначала смотрите бесплатный курс, и потом уже определяете, определяете нам с вами по пути или нет. Вот, все, ваши сильные планеты. Время точного не знает, для силы планет в целом можно и без него. Так. Дальше у нас какая-то Евсания ЕДТ Что это за аккаунт? Что у вас за название? Что это такое? Ты тут? Я, я буду смотреть только тех людей, которые тут. Так что, если вы написали и пошли посрать, это ваши проблемы. Спасибо большое за ответ. Так, пожалуйста. Смотрите, курс космический астролог, он классный. И бесплатный. Ну, что, жду. Ев, я тут. Хэппи, Катя, а при чем здесь ты? Да вы-то тут, понятно. Я жду вот эту вот девочку, которая из Дербента. девочка из Дербента. Девочка из Дербента. Может быть, он срет и смотрит, но тогда пусть пишет. и так считаем до пяти. Пять, четыре, три, два, один. Все, продано. Следующий раз. Поехали. Есть ли среди нас Валерия Лерисина? Рысина, скорее всего. Рысина. Правда, не написала тоже города рождения. Но если ты здесь, пиши сразу город рождения. Покинула. Чат, 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 чат. Я тут, Санкт-Петербург. Супер. Я посмотрела курс бесплатной астрологии. Я в восторге. Смотрела, ржала целый день. Так было интересно и одновременно весело. Потому что у меня астрология такая. Валерия, приятно вас тут видеть. Молодец, что не пошла, не пошла срать, а решила дождаться все-таки. Так. Тоже Санкт-Петербург. А что у нас сегодня? Питер-то захватил нас. Питер нас захватил. Валерия, привет. Сейчас буду, сейчас буду определять вашу выпирающую сильную планету. Так. Валерия, у вас самая сильная, самая просто выпирающая планета из всех возможных это Сатурн. посмотрите бесплатный курс, узнаете, что такое Сатурн. Можете в целом погуглить. Просто единственное, когда я рассказываю, я рассказываю не страшно, а если вы где-то начитаетесь, вы можете обосраться от неприятностей по Сатурну. Поэтому Сатурн это про дисциплину, Сатурн это про доведение всего до конца, Сатурн это про аскезу, Сатурн это про социальный рост. В общем, во всем этом надо повариться, повариться для того, чтобы усилить свой Сатурн, потому что с сильным Сатурном у человека однозначно большие большие возможности социального, финансового роста. Поэтому Валерия, welcome, либо на курс обучения, либо на бесплатный курс. Так вы заметили, что у некоторых две сильные планеты, одинаково сильные. У Валерия вот прям выпирает Сатурн. Прямо серьезная Валерия девчонка. Так. Пойдем дальше. О, моя постоянная читательница Светлана. Я ее знаю аватарку, а если я знаю ее аватарку, да, у нас тут блат. Соответственно, если я знаю вашу аватарку, это что означает? Света комментирует у меня каждые истории в каждом посте. И, естественно, я ее аватарочку запомнил. Я ее аватарочку запомнила, и я ей расскажу сильную планету. Даже если Светлана ушла, как говорится, посрать, но так как она постоянная, я ей все равно расскажу ее сильную планету. Чувствуете, 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 как круто быть постоянщиком. Итак, Свет, самая сильная выпирающая планета в твоем случае это тоже Сатурн и Солнце. Сатурн и Солнце. Две планеты. Сатурн и Солнце. Думаю, что ты, как постоянщица, у нас уже Солнце зажигаешь, СЗДшки выполняешь, соответственно, надо еще обратить внимание на дисциплину, на Сатурн. Ну, Свети, я бы и так сказала, о, я ничего не могу поделать, но Таро Абаенко часто комментирует меня тоже. Поэтому, все, следующий будет новенький. Следующий будет новенький. Поэтому, сейчас посмотрю. Если я как-то перевираю ваши аккаунты, вы меня простите, пожалуйста, мне самой неловко, но я ничего не могу поделать. У меня язык читает быстрее, чем мозг. Так. Так, 18, 11, 87. Так. Становитесь блатом. Что вам не дает? Так, 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 самая сильная планета. Венера и Плутон. Венера и Плутон, Венера и Плутон, это клево для человека-торолога, явно качающий, качает свой Плутон, человечек, занимающийся Таро. А Венеру, ну, вроде красивая девчонка, поэтому Венеру еще надо усилять. Так, поехали. Так, Мила Галиева, есть ли тут? Есть ли тут? Я думаю, что есть. Я думаю, что есть. Будем сейчас смотреть. Да, я, кстати, этому учу на обучении астрологии, поэтому, если вы решили идти на обучение, вы сильно-то тут шороху не наводите. вы этому всему сами научитесь. Сатурн и Юпитер. Мила, две твои сильные планеты, Сатурн и Юпитер. Новенькие все напишите мне в директ, я хочу бесплатных ништяков. Вот Пупусечка написала свои данные и сказала, я уверена, что у меня самая выпирающая планета это Нептун. Давайте проверим. Какая вы клевая. Спасибо большое. Я надеюсь, что ты написала мне это не потому, что я тебя посмотрела, а просто от души. Так, звазива. Ну-ка, Пупуся, ты тут? 29 03 82 Тебе помимо солнышка надо зажигать Венеру. Венера у тебя самая сильная планета, ты красивая, наверное, поэтому тебе хочется называть Пупуся, ты красивая, привлекательная барышня, особенно если ржу в голос муж аж проснулся. Вот. Тебе надо развивать Венеру и ты будешь круче, чем Моника Белуччи. Обольстительная, красивая, желанная девчонка. Ну и солнце, конечно. Солнце и Венера. А есть ли у нас с нами Крапивина Катя? Крапивина Катя. Я сейчас тебе расскажу, почему я тебя выбрала. Потому что ты написала Г ровно, а я прочитала Город говно и похихикала, и поэтому тебя выбрала, если ты здесь. Всем новеньким надо написать в директ, я хочу бесплатных ништяков и посмотреть бесплатный курс. Ага, да, супер. ты написала смешно букву Г, я поржала и поэтому тебя выбрала. Так что вы никогда не поймете, кого я выбираю. Я вот выбираю, вот я увидела гровно, увидела слово говно и вот решила, что это прикольно. Так, Катюха, какой у тебя сильная, какая у тебя самая выпирающая планета. Так, о, тоже Венера, а чего вы у меня все такие красивые все с Венерами? Когда сильная планета Венера, это говорит о том, что человек, даже если он, ну, только если он сильно себя запустил, его Венеру другие не чувствуют. У всех, у кого сильная Венера, если вы будете делать Венера зажигающие действия, если вы новенькая, вам ничего покупать не надо. Но если вы уже, Катя, со мной давно и вы понимаете, что я охуенная, Венера зажигающие действия стоит 6-700, там будет как одеваться, как себя вести для того, чтобы Венеру и так сильную, ну, как бы выпечить наружу и все такие вау, вау, Катюха, хочу за тебя замуж. Ну, или жениться на тебе, я путаю с этими делами. У тебя еще после Венеры еще и уран, поэтому тоже, смотря бесплатные ништяки, смотря космический астролог и даже находясь просто в нашей тусовке, у тебя, Катюха, будут какие-то клевые ништяки случаться по жизни, обязательно об этом отпишись, как начнутся у вас какие-то, или у вас уже после солнца зажигающих, или после Венера зажигающих действий, у вас пошли какие-то ништяки, вы пишите, пожалуйста, мне в директ, мне знаете, как приятно это читать, очень-очень-очень-очень, так что вот Чукреевщина с вами, как говорит Пахитюша, как это, что-то там, Пахитюша, что же он делает, он освещает, или что-то такое, а я вам просто говорю, да пребудет с вами Чукреевщина. Боже, я как круто, я в шоке, Венера даже и не думала, Венера и Уран. Что с вами делать, клянчелки, сердечками, не надо не писать сердечки, обычно это не работает, ну ладно, 77-й, мы переходим в город Калуга, так, Астра, ну, Мак, ты тут? Астрон, Мак, ну, в общем, не знаю, тут ты или нет, но твоя самая сильная планета это Юпитер. соответственно, нужно тянуться к элитарным знаниям, нужно быть элитой, общаться с элитой, идти в наставничество, в коучинг, ну, в общем, развивать свой Юпитер как не в себя. Человек живет в Нью-Йорке как Кэрри Брэдшоу. Что это? Как вот, как его можно было не посмотреть? Мадам Стодд. Мадам прям, ну, давай посмотрим, какая ты, мадам. Плутошка у тебя самая сильная планета, то есть, мадам Стодд, я бы занималась в твоем месте Солнцем, то есть, Солнцезажигающими действиями, и занималась бы, конечно, Плутоном, то есть, это тема эзотерики, астрологии, Таро, магии, это тема психологии, сексологии, и вот туда, 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 туда. Кстати, слово мадам тебе очень даже подходит. Плутошка, он такой, а он тебя сильнее всех выпирает. О, кто-то есть из Омска. Так, сейчас я, подождите секундочку, я вам включу окно, подоконник, сейчас схожу, Плутоша может показывать полноту, нет, только в сочетании с другими. так, но мы с вами помним, что тот, кто уходит, когда я ухожу, тот, кто, кто, тот человек, который уходит, когда я ухожу. Правильно, пидор. Кто ушел, тот пидорас, все. я куда-нибудь ухожу, там, в туалет за водой. Обязательно вот какие-то пидоры уходят в этот момент с эфира. Ну, что это, ну, что это, это нормальные люди? Нет, это пидоры. Вот. При всем уважении к нормальным геям. Я геев люблю, но кто уходит из эфира, когда я ухожу, тот пидор. Так, Оксана с Короленко. Ну, она тут все как бы, да. Определяем дальше сильную планету. Так. Интересно. Интересное такое сочетание. И первый раз я вот за сегодняшний день. Оксана, твоя самая сильная планета это планета Меркурий. То есть, вообще, жизнь твоя так или иначе будет завязана и связана с тем, насколько ты умеешь продавать, коммуницировать и дружить. Вот, если ты вот по этим всем фронтам херово, то главное твоя энергетическая, помимо солнца, солнце надо зажигать всем, главная твоя электростанция, если тебе все это там, ой, я не могу продавать, я вообще скромная девчонка, и ни с кем не люблю общаться, то все, пиздец. То есть, если вы получили уже сильную планету, смотрите, допустим, у кого Плутон, и Плутон это про отсутствие страха, это про умение выживать, это умение конфликтовать, вы таки, вы таки, ой, такая, я лучше говно сожру, чем кому-то скажу о том, что это говно, ну все, вам пиздец, но это можно изменить. У Оксаны Меркурий, планета главная, моей сестры Меркурий работает в сфере, где много коммуникаций. При зажженном солнце, при полном, конечно, анализе карт, еще раз, вы должны понять, что это вот, ну как развлечение, плюс информация, потому что полный разбор карты, это совершенно, ну более глубокая проработка, анализ, да, ну то есть, как бы мы сейчас с вами просто делаем такой интерактивчик, чтобы вам было интересно, весело. Ванкувер? Вы живете в городе Ванкувер, Оля Дорох, или вы родились в городе? Мне не надо в комментариях писать, где вы родились, только в окошечко с вопросиком. Окошечко с вопросиком находится рядом с окошечком, где писать комментарий. Если его нету, и если вы мне напишите, что у вас нету, вы идете в бан, беспощадно. Очень интересный эфир. Надеюсь, ты написала, это не потому, что я тебя выбрала. Люблю общаться, чувствовала, что заряжаюсь, от этого благодарю. Ты тут, ты скажи мне, ты в Анкувере родилась? Маленькая жопа заграничная. Самое удивительное, что было для меня я против татуировок, высеивается, что моя сильная планета Сатурн, и тут стало многое на свои места. Да ты жмаешь ладосечку. Да, Сатурну не нужны татуировки. В Анкувере? Ах ты заграничная штучка. Мы тебе все завидуем. А где живешь, Оля? 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 В Анкувере она здесь, да? Кто-то вот родился в городе Гровно, а кто-то вот в Ванкувере. Гровно, это в смысле город Ровно. Ванкувер — это просто их тут штат Вашингтон. Да ты вообще какая-то сучка. Еще она и в Штатах родилась. Да, 0210 Ванкувер 2.25. Смотрим твою сильную планету. Ванкувер мой, я там жила. Ну вот видите, видите, какой мир на самом деле большой. Твоя самая сильная планета — это Плутошка, Оль. Плутон. Плутон. На втором месте идет Уран. Плутон и Уран. То есть, соответственно, трансформация и нервы. Трансформация и нервы. Стрессы и нервы. Вот две такие планеты, серьезные, но они прокачиваются очень хорошо. Астрология, они хорошо прокачиваются экстремальными всякими аттракционами. Они хорошо прокачиваются борьбой с любыми твоими страхами. Ну такая, конечно, да. Я понимаю сейчас, Оля, так а нихуя себе у кого-то Венеру? Просто берешь, красиво наряжаешься, Венеру качает, кольцо на палец одеваешь, смотришь вебинарчик, нихуя себе типа, а мне типа аттракционы, блядь, жесткие. Ну да, да. Я просто, Оля, больше ваша. Поэтому да, я тоже считаю, что те, у кого сильная Венера или сильный Меркурий, вы просто сучьи на дети. Потому что вам, у вас очень простая задача. Ну что вот сильный Меркурий? Ну учись, коммуницируй, общайся, продавай. Да это просто, блядь, пффф. А вот попробуй-ка побороться со всеми страхами, ничего не бояться, там идти во всякие там регрессивные гипнозы, чтобы избавиться от страха смерти, прокачивается так полутон. Ну как бы это немножко, немножечко задача другого, другого масштаба. Вот. Ёптите. Анастасия написала про Екатерину и засрала мне просто все там. У меня просто, у меня просто там все засрано вот этим человеком. Поэтому ваши, ну вы, во-первых, во-первых, давайте не ныть, не засирать меня окошечко с вопросиком. Знаете почему? О, СЗД у кого-то кайфа. У меня жопа сложная, политика и астрономия. Ну ладно, политика и астрономия это не самое сложное. Там есть еще пожопея. Давайте без истерик. То есть, во-первых, я никуда не денусь, я провожу такие прямые эфиры часто. У вас есть огромная возможность получить бесплатный курс ознакомительный. Поэтому давайте без истерик. Вот, плиз, посмотри меня. Я здесь постоянно. Я никуда не уйду. Вы только можете куда-то уйти. Если вы никуда не уйдете, и я никуда не уйду, не надо без истерики. сейчас посмотрим, почему, если это дочка, по карте дочки можно посмотреть, посмотреть маму. То есть, Анастасия сделала следующее. Она засрала мне там все вопросики. Соответственно, где эта гиперактивность у мамы? У мамы луна в трени с ураном. То есть, у ребенка мама либо нервная, либо вот чересчур активная. Вот Настя, вот ты нервная или чересчур активная. Это все зависит. Сейчас ты нервная и активная. Но ладно, зато добиваешься результатов. Катя и самая ее сильная планета это Уран. Уран. И Уран у нее вылезет через маму. Анастасия, есть огромная вероятность, что вы рано или поздно придете в астрологию, нумерологию, потому что это планеты Урана, эти сферы под Ураном. Под Ураном еще, конечно, и космическая энергетика, ракетостроение, Илон Маск, космос. Ну, как бы, вряд ли вы придете туда. Но, скорее всего, скорее всего, вы придете ко мне на обучение. Есть такая большая вероятность, а через вас дочка, возможно, продолжит вашу тему. Как у меня, например, мама астролог, и есть указания на маму астролога в карте ребенка. Уран и Нептун. Две планеты. Уран и Нептун. И надо кому-то из приютов помогать вместе с дочкой. Ну, пожалуйста, больше не надо засирать меня ничего. Сейчас беру беру скромную человека, беру скромного человека и проверяю, сидит ли этот скромный человек с нами. Лиза, ты здесь? Почему некоторых не такожко? Я в душе не ебу. Почему вы меня об этом спрашиваете? Вот почему я читаю все новости. Лиза, 27 минут назад скромно написала свои данные и сидит и молчит. Лиза, я считаю, что это просто охуенная тактика. И поэтому я решила посмотреть тебя 27 минут назад. Человек задал и сидит и слушает. И не пиздит. Лиза, ты молодец. Обожаю вас. Спасибо. Надеюсь, это не из-за того, что я разбираю ваши карты, а просто от души, души, душевно. Да. Но если вы новенькие, почему я все время говорю, надеюсь, что это искренне? Потому что вы новенький и вы не знаете, насколько много людей мне признавалось в любви, а сейчас засирают меня и причиняют мне этим душевную боль. Поэтому я всегда, когда мне говорят обожаю вас, всегда делю, это как, знаете, всегда такая, ну, немножечко отстраняюсь, типа, знаете, чтобы в будущем вы не могли меня ранить. Вот. Поэтому я вот поэтому такая осторожная. Для новеньких она, наверное, решится, что типа, блядь, она такая неуверенная. Я уверенная, просто мне столько говна здесь делают, поэтому я всегда спасибо, благодарю вас за то, что вы пишете, что вы меня обожаете, но я вам не верю. Что вы понимаете, я вам не верю. Вот. лизочка. 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 моя женщина. лизочка. Помимо того, что определяется сила планет, есть еще интенсивность вот самого гороскопа. Интенсивность самого гороскопа. Вот все люди, которые были до Лизы, до Лизы, у них был, допустим, там считается общий балл. У кого-то общий балл, там, допустим, 100, у кого-то общий балл 80. Ну, то есть, это нормально, это неплохо, нехорошо, это просто про индивидуальность, про индивидуальную интенсивность. Так вот, у Лизы при норме, ну, при обычном, вот, как у всех было 80, 90, у кого-то, там, 70 бывает, у кого-то бывает 100, Лиза, у тебя баллов только 148. Это говорит только обо том, что, Лиза, у тебя будет очень интенсивная, но, блядь, такая сложная жизнь, что просто охереть. Самые сильные планеты это Плутон, который про из пепла, из пепла, из пепла возрождаюсь. Через 2 минуты закончится эфир, я думаю, заново выйду, потому что хорошо сиди, мне кажется, да? И Венера. Венера. Лиза, Венера, Венера, зажигающие действия, ну, если у тебя уже есть солнце, зажигающие действия, потому что солнце, зажигающие, она уже сложная. Она не может быть по-другому. На тебя большие надежды, когда большой градус, большая интенсивность, большие проблемы, это только об одном. У Вселенной на вас охренеть, какие надежды. А вы такие, а я хочу быть мамой годовасика. А Вселенная говорит, Лиза, ты должна быть, блядь, королевой драконов, ты должна вдохновлять женщин, чтобы они не боялись быть одной, не боялись расставаться с мужиком, дрались там до последнего. А Лиза такая, а я хочу быть мамой годовасика. И тогда у Лизы начинается полная хуйня по жизни. Ее просто, как из рога изобилия, пиздит Вселенная, потому что Лиза не на своем месте. То есть, если, если у вас какая-то сейчас жопа, и если у вас какая-то прямо адовый трэш происходит, вам нужно просто понять, что у Вселенной нету задачи Лизу уничтожить. У Вселенной есть задача Лиза, блядь, 148 баллов, ебануться, у тебя должны быть миллионы рублей, миллион влияния, миллион силы. А ты такая, а я хочу быть мамой годовасика. Ну, блядь, тогда, Лизочка, беги, сука, беги, я тебя буду драть, драть во все места, говорит Вселенная. Но только для того, чтобы Лиза почувствовала свою реальную мощь и силу, и не превращалась не превращалась вот в этот, вот в этот вот, блядь, я рядом с мужем счастлива. Вот, через 11 секунд зайду заново. Все. муааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа